Это стелфиш, один из трюков в скейтбординге. Исполнить его непросто. Задней рукой за спиной нужно ухватиться за скейт и отвести его назад против хода движения. Саша Гусев щелкает этот трюк как орехи. Девятилетний спортсмен нацелен на Олимпийские игры. В его арсенале уже больше двухсот трюков. Тренируется в Москве, но сегодня с удовольствием протестировал новую скейтплощадку в Химках. Очень нравится. Бетон очень скорший. Можно на этой фигуре полетать прямо, потому что много скорости лет. А Федор Проценко один из самых опытных райдеров в Химках. На скейте больше 15 лет. Очень приятно, что строят новые площадки, бетонные плазы, деревянные парки и так далее. В Москве их стало очень много, раньше их не было. Приходилось ездить в Москву и в ближайшие московные города, чтобы потренироваться, покататься. Нравится то, что легко добираться и здесь много всего, о чем можно покататься. На новой площадке место найдется всем и опытным скейтерам и новичкам. Мастер-класс от опытного скейтбордиста. Федя, что нужно сделать первое, чтобы встать на доску? Для начала нужно понять, какая нога ведущая, а какая толчковая. Мы чуть раньше разобрались, что у меня нога ведущая правая, левая толчковая. Дальше мы что делаем? Ведущую ставим спереди, толчковую максимально отталкиваемся, набираем скорость. Затем выравниваем тело параллельно доске. Так, то есть мне надо еще раз столкнуться. Ну, в целом, это несложно. Главное – поддержка. Площадка бетонная. Это лучший материал для скейтбординга. Быстро сохнет, легок в уборке и прослужит дольше, чем дерево. Да и сделали площадку на совесть. Проектировали ее скейтеры с большим опытом. Поэтому здесь есть квотер для вылетов, скамейка и перила для скольжения, вулкан для самых сложных трюков. У нас в компании основная часть сотрудников – это сами скейтбордисты, включая инженеров и строителей. Все катаются, поэтому прежде всего мы строим как для себя. И первыми обкатываем фигуры. Новую скейтплощадку в парке Толстого построили по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». Общая площадь – 400 квадратных метров. Это уже четвертый скейтпарк в Химках, но точно не последний. Мы сейчас хотим построить большую генеральную основную площадку и вместе с общественностью, вместе со спортсменами в начале 2019 года мы будем определять место, где будет эта площадка построена и развивать данное направление. В любое время, круглый год скейтпарк официально открыт. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.